Среда лакомка. С этого дня наши предки начинали отмечать масленицу. В домах накрывали столы, на которых главным угощением, конечно, были блины. Как будут провожать зиму и встречать весну в Одинцовском округе? В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии представители студии «Живой истории Хронотоп» Анастасия Максименко и Виктор Воронкин. Здравствуйте. Всем привет. А я напоминаю нашим телезрителям, что они могут позвонить к нам в студию и задать гостям вопрос, который связан с масленицей. Телефон 8495 508 86 84. Кроме того, прямой эфир также идет в социальной сети Инстаграм. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Ребят, ну, со средой мы определились. На самом деле, мы немножко поторопились. Насколько я знаю, с четверга начинают отмечать масленицу. Но в среду уже можно смело готовиться. Вот в четверг, что нам ждать, к чему готовиться? Анастасия Юрьевна. Четверг. Ну, с четверга, да, значит, это начинается, собственно, угощение, и как раз это такой разгуляй. То есть в четверг он так и называется, потому что, в общем, такой начинается, даже не знаю, как сказать, именно угощать всех, звать в гости, и уже прямо так наедаются. То есть уже не работаем? Мне кажется, что на масленицу не работали уже в понедельник, потому что гости начинались еще с самого понедельника, и вообще всю неделю происходило довольно активно. То есть все ходили по дворам, друг к другу, и просто есть определенные дни, когда, ну, они завязаны именно на родственниках, а есть дни, когда вы просто ходите в гости друг к другу без родственных привязанностей, вот, как бы вот так. Поэтому всю неделю уже все довольно хорошо питаются, кушают, вот, и гуляют. А четверг именно разгуляющая, потому что там, ну, как бы считается, что сакцентирована на молодежи, потому что молодежь начинает разгуливаться, и это санки, это горки, это вот такие вот зимние забавы, вот. Ну, может быть, в каком-то контексте кулачные бои, но, наверное, все-таки в каком-то щадящем режиме все-таки, потому что потом... Я так понимаю, что невесты себе уже женихов присматривали, а как щудоль-то молодецкую показать, как раз кулачный бой. Ну, вообще, Масленица — это очень многослойный праздник, очень архаичный, его церковь пыталась побороть, но, к сожалению, не справилась и пришлось интегрировать. Почему к сожалению? Да, на вас гладить. Ну, не знаю, не к сожалению, а ситуация такая была, что праздник очень древний, и он в себе несет несколько смысловых пластов. Там ведь, помимо того, что это время объедания перед постом, помимо этого есть очень много солярной символики. Это блин, это колеса горящие всевозможные, это чучело антропоморфное. Потом есть контекст, определенный пласт контекста таких смысловых отсылок к поминоменению предков. Это тот же блин, это тоже чучело, которое не всегда сжигалось, она могла раздираться, и чучело-масленица — это связь с потусторонним миром, с миром предков. То есть можно было фантазию проявить. Потом то, о чем мы только что говорили, это молодежная история. Там же ведь было очень много внимания уделялось и всячески поздравлялись и всячески отмечали тех молодоженов, которые за минувший год поженились и порицались и всячески смеялись над теми, кто не успел, не смог создать пару семейных. Это тоже отдельная история. В этом празднике мы можем наблюдать сразу несколько таких вот смысловых пластов, смысловых таких укладов, которые чем древнее, тем они были актуально более значимы. Сейчас у нас это, конечно, городской праздник, так как карнавальная большая история. Очень сильно прощено, да? Про водозимые встречи, весны, как бы и все. Я, по-моему, говорил на прошлом эфире, что праздники с течением времени меняются и сейчас условия жизни у нас, мы же уже не привязаны там к аграрному календарю, нам не важно, когда там коня выгонять, землю пахать. Поэтому смысл праздников утрачивается, они карнавализируются, многие важные сакральные моменты, которые были важны для наших предков, на чем они делали акцент, они тоже стираются или как-то иначе переосмысляются. Ну, смотрите, с другой стороны, да, Иван Купала, ну, скажем так, этот праздник отмечают, ну, фанаты, да, ну, люди, которые близки к этому, но Масленицу-то отмечают очень многие, то есть, почему именно эта традиция настолько сильна до сих пор с нами и в прошлом-то не остается? Ну, как сказать, давай проследим назад немножечко, да, там, скажем, в советское время Масленицу-то не сильно отмечали, и на селе тоже это может быть какая-то глухая периферия, где там люди действительно жили без телевизора, где время... Счастливые люди. Ну, в общем, да, есть, кстати, очень хороший такой документальный сериал, очень всем рекомендую, так и называется «Счастливые люди», там рассказывается про жизнь на Енисе, ну, они там в разных точках снимали, но, в общем, не суть. В советское время у нас были другие праздники, которые выполняли схожую функцию, это объединение людей, некий такой снятие-снятие стресса, какая-то разгрузка эмоциональная, но они были завязаны на другие даты, имели другой подтекст, и часто говорят, что Масленицу празднуют все, на самом деле это не так. Она стала так широко популярна и раскручена в медиа последние, наверное, полтора десятилетия. До этого это тоже был такой же праздник, как и Иван Купал, например, или какой-нибудь еще там возьмем, там, не знаю, колядование на святки, да? Тоже такая очень специфическая вещь. Вот. Сейчас это востребовано, да, потому что людям интересно возвращаться к своим истокам. Форма может быть, конечно же, разная, да? О чем мы говорили, что мы сейчас живем не в крестьянском укладе, да, жизни, а в современном городском. Вот, поэтому формат праздника может меняться, но, тем не менее, запрос у людей на какой-то народный праздник с каким-то, с отсылкой к традициям каким-то, он, конечно, существует. Ну, вот ты правильно говоришь, да, праздники меняются, вот Масленица тогда и Масленица сейчас, это две большие разницы. А вот чем принципиально отличается? Что, скажем так, осталось в прошлом, а что до сих пор, ну, скажем так, с нами? Самое ключевое, наверное, это то, что вообще вот эта история обычаев и обрядовости, да, людей, это очень классная история, потому что если раньше люди считали, что если они не проводят зиму, собственно, зима-то и не кончится, то есть если они не расстанутся с чучелом Масленицы, да, там если тоже Виктор сказал, что не всегда Масленицу сжигали в некоторых губерниях, действительно для того, чтобы год был плодородным, Масленицу растаскивали по полю, то есть солому растаскивали, и если этого не сделать, год не будет плодородным. Это называется обрядовое мышление. Да, 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 то у нас его, например, уже нету. Мы абсолютно уверены, что даже если мы не съездим Захарова и не сажем Масленицу, весна все равно наступит. Если мы говорим о том, что сохранилось и что ушло с праздником, мы можем здесь, опять же, вот даже в современной Масленице мы видим несколько слоев, да, несколько, несколько таких точек... Соприкосновения с разными темами? Нет, 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 point of view, как это называется по-русски, точка зрения, да, несколько точек зрения, несколько ракурсов. Например, если в православной традиции смотреть, православная Масленица была включена в цикл православных праздников и носит она название «Сырная седмица». Почему такое название? Потому что на Масленичной неделе уже запрещено есть мясо. Готовимся к посту. Да, мы готовимся к посту. Можно кушать от пуза, но мясо уже табу. А сырная седмица почему? Потому что можно молочные продукты, творог, сметана, сыр. Можно рыбу. Значит, вот вам один ракурс такой. Он не очень архаичный, да, но он прослеживается, мы можем документально проследить его там с 17 века, например. Посмотреть письменные источники на это время, уже мы видим, что в церковной традиции мясо не ели, и это до сих пор сохраняется. Во всяком случае у людей воцерковленных. Что еще? Ну, ряжение, например, да, то есть люди переодеваются, это тоже очень архаичная традиция. Когда я говорил, какие там есть смысловые пласты, молодожены, поминовение предков, солярная символика. Вот здесь тоже этот момент очень важен, когда человек переодевается. Не обязательно носить маску или там одевать шкуру, да, это может быть современная одежда, там два тапка, два ботинка от разной пары. Момент переодевания, он широко устранен. Причем, я должен сказать, что масленица, это же ведь не уникальная история. Мы знаем о таких же традициях в Европе. Венецианский коронавал знаменитый, это же ведь та же самая масленица, он проходит в феврале. И там то, вот о чем я говорю, если в России в меньшей степени это традиция переодевания, скрывания за личиной, то там это широко распространено. Маски, кстати, у нас есть... Вы, кстати, говорили, вот это кто? Давайте вот пока фотография станет. Это ребята-окрутники, про них отдельная история. Я сейчас мысль свою закончу, а потом как раз цикл фотографий у нас вернется, и поговорим про них. У нас есть археологические свидетельства о том, что в Новгороде люди рядились. Больше, по-моему, 11 масок уже найдено на данный момент археологами в археологических слоях древнейшего русского города, которые нам свидетельствуют о том, что уже в 11-13 веке люди рядились в личины, и есть письменные упоминания о том, что они назывались иначе либо личины, либо хари. Они были разнообразны, делались из разных материалов, из кожи, из бересты, из текстиля. Но мы видим четкие свидетельства материальные о том, что эта традиция существовала. Потом про карнавал-то я начал говорить, да? То есть мы видим, что масленицы – это праздник, который имеет корни общие индоевропейские. У многих народов европейских, как Центральной Европы, Южной, Северной Европы, у них есть эти праздники, которые отмечаются, связаны они, как правило, тоже там присутствуют, солярная символика. То есть очень много моментов, которые пересекаются между нашей масленицей традиционной, русской, которая пошла по своему пути развития, и европейскими праздниками, что говорит об их едином корне. А про ребят, которые были на фотографии, вот то, что у нас здесь… Вот они как раз нам и вернулись, как знали. Это ребята, которые… Их сообщество называется «Окрутники». Они занимаются исследованием истории ряжения вообще во всем мире, но в большей степени в славянском мире. То есть они ездят на различные фестивали ряженых вот в Болгарии, и знаменитый фестиваль, в январе он проходит, фестиваль кукеров. Это болгарский термин, обозначающий наших ряженых. Вот. Читают литературу, есть фотографические экспедиции, собирают материалы там по ряжене и по различным традициям, связанным с праздниками народными. И вот много о том, что я говорю, я узнал в том числе и от них. Они своими руками создают эти маски, причем вы можете посмотреть, например, как выглядит Надежда Бабкина, как выглядят окрутники, да? То есть чувствуется, что они такие органичные, да? Это натуральные материалы, маски из дерева, из лыка, из кожи, шкуры, натуральные овчины. Вот очень интересный, сейчас опять вернется кадр, интересные у них пояса, тканы. У кого-то прямо этнографические родные, там, конца 19-го, начала 20-го века, а у кого-то новоделы, которые сделаны по той же технологии совершенно. То есть они занимаются не только систематизацией материала, но и воспроизведением его. То есть возрождают эту традицию, сохраняют ее таким образом, поляризируют. Настя, какие масленичные традиции есть в вашей семье? Или уже на них времени не остается? Про это я говорю. Пояса. Да, и хотела добавить еще про ребят. То есть когда вы встретитесь с ними на наших мероприятиях программой... В этом году встретимся? Встретимся. И вообще я очень горжусь тем, что мы делаем, так как мы со студией организовываем программы для масленицы, для других исторических праздников. Я невероятно горжусь нашими сотрудниками тем, что люди, которые под масками, это не просто какие-то аниматоры, которые нарядились и валяют дурака. Это люди, которые читают литературу, которые сами создают свои образы, которые понимают вообще, что они делают, и изучают этнографию. Они узнают... Это осмысленная история с определенным, да, бекграундом. То есть они узнают какие-то истории и их воплощают в жизнь. То есть это такая глубина, и они на самом деле настолько интересные, но, конечно, когда они работают, они молчат. Нам удавалось с ними пообщаться. Ну да, это такая редкость. То есть они должны проявлять свой образ в основном как бы молча. Там у них есть определенные такие интересные вещи, которых они придерживаются. Но действительно, то есть мы гордимся своей работой, потому что наши мастера, наши вот ребята, которые работают, действительно очень умные люди. Это не просто аниматоры в костюмах, они делают это сами. Причем есть даже такая история, то что, например, один человек ткет пояса, и у него это прекрасно получается, и у него заказывают пояса, например, да, а другой делает маски. То есть это даже такой раздельный цех уже, можно сказать, этих вещей, потому что их качество, конечно, очень высокое. А по поводу традиций в нашей семье, так как мы подготавливаем мероприятия. У нас другие масленичные традиции, да. В основном по их организации. Мало спать наша традиция на масленицу. Выспимся потом. Вы, блин, это хоть печете? Печем, да, но, как сказать, не потому что мы... Отмечаем это событие каким-то образом. Какие-то солнышко туда там привечаем каким-то образом, потому что там нужно их привезти на праздник. Ну да, или либо на праздник. Нет, но мы иногда делаем блины дома так. В основном бабушки нас угощают. Да, у нас большие семьи. Мы потом целую неделю после масленицы. Слава Богу, я за вас теперь спокойна. Но на самом деле в этом году в Одинцовском округе традиционно широко отметят масленицу. Запланировано 48 мероприятий. Подробности в следующем материале. Традиционно широко отметят масленицу в Одинцовском округе. Гуляния пройдут во всех теруправлениях. Главных площадок будет четыре. На Лазутинке, в Раздолье, Звенигороде. И, конечно, на Пушкинской поляне Захарова. Центральным, конечно, действом будет выступление в 12 часов народной артистки России Надежды Георгиевны Бабкиной и ансамбль «Русская песня». Вместе с ансамблем «Русская песня» у нас выступит ансамбль славяне, россияне, братья Бондаренко, Александр Варнаев. Балет будет «Живая планета». Будут работать на поляне в Захаровой и полюбившиеся гостям активности. Лагерь русской дружины, деревянные качели, ярмарочный столб и другие. Тех, кто проголодался, ждут на гастрономической ярмарке. В этом году количество ее участников – рекордное. Более 70 фермеров и крафтовых производителей. Это еще не закрытый список. Мы с коллегами из потребительского рынка продолжаем работать еще с этим списком. Мы пригласили в этом году и фермеров, и крафтовых производителей не только от Денцовского нашего городского округа, но и Подмосковья с других регионов России. В Звенигороде масленицу отметят в Чеховском сквере. В праздничной программе – концерт, театральное уличное представление и гастрономический фестиваль. В этом году мы подготовили четыре гастрономические темы. Это день варенья и пельмени, сырный день, рыбный день и день блинов. Естественно, в программе фестиваля не только готовые изделия, но и тематические кулинарные мастер-классы. На Лазутинке масленица будет спортивная, а в Раздолье – детская. Большую программу для юных жителей и гостей округа подготовили и на Поляне сказок в парке Захарова. Добраться до праздничных площадок в этом году будет легче. В этом году мы возобновляем нашу работу с РЖД и планируем организацию масленичных поездов. Планируем организацию трех масленичных поездов. Это в город Звенигород, до парка Раздолье и до Поляны Большой – Захарова. Вход на масленичные гуляния свободный, но есть одно условие их посещения – соблюдение масочного режима. Анастасия, Виктор, на самом деле большое вам спасибо, что вы нашли время, чтобы прийти к нам сегодня в студию, потому что сейчас у вас работы очень-очень много, потому что вы имеете самое непосредственное отношение к масленицам Захарова. Расскажите, пожалуйста, какие активности будут в этом году представлены? Очень люблю говорить про нашу работу, говорила бы и говорила, потому что это огромный труд. Ну, потому что она этого заслуживает. Ну, я считаю, что да. И мне кажется, вот 10 тысяч жителей и гостей округа, которые посетили масленицев Захарова в прошлом году, согласятся. Ну, хочется верить и в позапрошлом году, и в позапрошлом. А сколько в этом? Да, мы, значит, как студия «Живой истории Хронотоп» организуем несколько площадок. У нас будет большой дружинный лагерь русской дружины, лагерь русской дружины с настоящими воинами. Опять-таки, это не аниматоры, которых мы обрядили, значит, в кольчуге, значит, в ботиночки кожаные и поставили работать. Нет, это действительно люди тоже, которые занимаются историей. Это люди, которые вникают в нее, и они знают, почему на них такие вот ботинки, почему у них вот такая вот кольчуга, как она сделана, что это за меч. Более того, у нас огромное количество предметов, которые выполнены по археологическим находкам. То есть где-то это когда-то нашли археологи. Конечно же, оно не выглядит так великолепно, как наши новоделы. Новоделы – это то, что ребята делают сейчас, в современное время. Это опираясь на источники археологии, мы можем показать людям, как это выглядело. Мне кажется, это потрясающе. Я этим восторгаюсь все время, потому что я не историк, а столкнулась с этим миром и была вообще поражена, почему люди так мало знают о людях, которые это реализуют. И это можно посмотреть, потрогать, увидеть, послушать людей, которые в этом ориентируются. У нас будет дружинный лагерь, в который можно зайти, можно пообщаться с воинами, узнать о их непростой жизни. Обязательно сфотографируйтесь там, отмечайте на социальных сетях. Мы очень любим, очень всегда отвечаем, реагируем тоже. Кроме этого, там же у нас недалеко от дружинного лагеря будут народные игры. Это не просто мы взяли какой-то канат, начали его перетягивать. Нет, мы тоже ориентируемся на источники, изучаем игры прошлого. То есть там игры с мечом. У нас мечи даже сшиты по археологическим находкам. Это кожиные мечи. Можно прямо в прошлое переместиться. Да, мы стараемся максимально популяризировать этот аспект нашей деятельности, заострять на этом внимание, потому что люди через игровые моменты знакомятся в таком непосредственном контакте, знакомятся с историей. Если, ну, Настя так развернуто отвечает, да, если каратенечко, у нас будет уличный тир, суличный тир, это метание копья, будут ходули лыжи ряженые, значит, у нас приедет полюбившийся специалист, который занимается соколиной охотой. И Ваня, вот, он привезет свою птицу, будет рассказывать о традициях охоты на Руси. Будет очень крутая точка с бусиками. То есть Яков Сергеевич Внуков, это широко известный в узких кругах специалист, который воссоздает технологию изготовления стеклянных бус. В XVII веке это называлось «Камушный промысел». И вот он будет демонстрировать, как это делается на угольном горне, то есть без всякого электричества, при помощи рук горна, огня, стекло будет плавиться, приобретать необходимую форму. Фантастические вещи он делает. Что еще? Мы привозим звонницу, там будет колокольный звон у нас. Ну, в общем, много активности. Вообще к подготовке всего этого события в подготовке участвует около 300 человек. Сейчас уже идет строительство там на площадке в Захарово. За три дня до мероприятия там возводится соломенная крепость, там ставятся аттракционы. То есть процесс такой, в общем, монтажа небыстрый, поэтому начинается заранее. Ребята, ну да, вы сказали, что на Масленице работают на самом деле уникальные люди, потому что они владеют материалом, то есть готовы ответить на любой вопрос гостя. А вот как часто гости эти вопросы задают? Или приходят, ну, чисто чтобы развлечься, провести время? По-разному. У нас есть топ-вопросов иногда. Давайте об определенных точках. Вот, Настя, давай про топ-вопросов, это интересно. Ну, если, например, про дружинный лагерь, это у нас обычно сколько весел меч, спрашивают это вот самое частое. А он железный, да. Ну, что еще у нас про кольчугу что-то? Кольчугу все хотят померить, но дело в том, что мы не жадные, друзья. Мы не даем вам верить кольчуге зачастую, потому что они промасленные, чтобы они... Они не испачкали. Да, и если вы их будете мерить, вы останетесь просто чумазами. Вот, поэтому... Отвечая на тот вопрос, хочу сказать, что люди бывают разные. И запрос, соответственно, разный. Кто-то приходит просто поглазеть, да, зеваки такие, они стоят, смотрят, о, как интересно, да, им там, я не знаю, можно палец показывать, они будут все равно удивляться. Есть люди очень вдумчивые, и всегда интересно, когда приходит человек, который может тебе что-то еще рассказать по твоей теме. Я сам был свидетелем таких моментов, когда подходят люди, и начинается диалог, там к кузнецу нашему подходил какой-то пожилой мужчина, и они зацепились языками, они оба оказались специалистами своей области. Вот пожилой мужчина рассказывал там какие-то моменты про изготовление Дамаска, это было очень интересно, я прям как на лекцию попал. Но опять же, запрос разный, и мы тоже... Наша миссия заключается в том, чтобы знакомить людей с историей доступным способом, не в формате скучной лекции, да, с там источниками, картиночками, вопросами. Этим занимаемся мы. Да, ответными вопросами мы все это перерабатываем и даем людям в формате такого шоу, доступной истории, истории на вытянутой руке, когда человек может прийти в режиме живого диалога, задать вопросы специалисту, получить ответ и тут же что-то сделать. И вот важный момент, это постмузейная коммуникация. Когда человек с собой что-то забирает, он потом не просто пришел, сам посмотрел, да, он пришел домой в семью, он показал какую-то штуку, вот бусину, которую Яша делает, да, там люди забирают, приходят домой показывают, рассказывают, вот смотрите, я своими руками сделал такую красоту, и это как круги по воде, да, расходятся, то есть такая способ... Заинтересовать людей историей. Как можно больше. Да, да, да. Цепочка такая уже. Мы еще стараемся организовывать свои мастер-классы и свои занятия таким образом, чтобы взрослым было интересно со своими детьми. То есть... Да, это тоже очень важно. Это так, ну, тоже важно для нас, потому что мы занимаемся с детьми, и наши дети, и когда ты с ребенком, например, пошел, ну, куда сводить ребенка? Вот ты сводила в кино, вы два часа помолчали в темноте, потом обсудили, может быть, фильм. Это хорошо, если вы... Да, обсудили этот фильм. Вот. Ну, сходили в кафе, тоже поболтали. А тут ты приходишь со своим ребенком, вам вместе, интересно, и ребенку, и взрослому, вы вместе что-то сделали, и тоже, например, унесли домой, или послушали, или даже если вам дали подержать в руках меч, вас надели в шлем, это тоже такой совместный досуг, который оставляет... Ну, мы надеемся, и стараемся, чтобы это было так большое количество впечатлений. Вот. И также дети тоже интересуются историей. Мы ведем разные занятия, в том числе про археологию, и нам так приятно слышать, когда дети после наших занятий бегут к родителям и говорят, я хочу стать археологом! Вот. Да, это вдохновляет. Да. И хочется дальше работать. Вот я уже сказала, что в прошлом году Масленицу Захарова посетила больше 10 тысяч человек. Давайте вспомним, как это было. Левая! Раз! Правая! Левая! Правая! Медленно, но уверенно и главное дружно семья Чепишка направляется на масленичные гуляния в Захарова. Здесь их ждет много интересного от мастер-классов до ярмарки. А пока одни стреляют из лука и целятся копьем в мишень, другие собираются прокатиться на масленичном поезде. Зиму провожаем и снег пошел. Всю зиму снега не было и пошел снег. А зима с листом просто? Ничего, скоро будет весна. Масленичный поезд отправился от главной сцены вокруг Пушкинской поляны. В пути несколько остановок, чтобы проводы весны прошли ярче и веселее. Организаторам удалось собрать несколько десятков коллективов со всего Одинцовского округа. Представлены ярмарки, представлены аниматоры, всевозможные мастер-классы, качели, карусели и наши коллективы. Вот сейчас на сцене выступают Захаровский, Назарьевский, Звенигород. Путешествие во времени легко. На Пушкинской поляне все как в старину. Смельчаки покоряют масленичный столб, силачи воюют на бревне. Итак, пробуем свою богатырскую силушку. Все-таки рубить капусту – дело женское, хоть и не сабли. Итак, пять оборотов и вперед. А участие? Так, а кто прицелится изначально? Капуста для тех, кто посильнее, для сомневающихся в своих силах – яблоко. Впрочем, с задачей справлялись даже малыши. Конечно, под чутким руководством инструкторов. А прямо по соседству можно было овладеть древним промыслом. Горн, мехи и стекло – все, что надо для изготовления бусины. Спицу мы подготовили. После этого берем стекло, в горне мы разогреваем стекло и навиваем его на спицу, на нашу. В этом году кульминацией масленичных гуляний на Пушкинской поляне стало не взятие снежного городка и сжигание чучела, а концерт Надежды Бабкиной. Вот уже второй год жители Одинцовского округа встречают весну под песни народной артистки России. Традиции наши многообразные. Они очень яркие. И проходить мимо них нельзя, потому что это основа нашего государства, основа каждого человека. Потому что генетическая память – это наша основная составляющая. А отсюда мы умеем радоваться, торжествовать, веселиться. Но погрустить, конечно, не без этого. Масленичные гуляния в Захарова пришлись по душе и взрослым, и детям. Не остались в стороне и Одинцовские единороссы. Мне кажется, вот Масленица в Захарова такая одна из самых лучших в Подмосковье. И поэтому, конечно, каждый год сюда приходят много жителей нашего округа, приходят много гостей, приезжают с детьми, ходят, гуляют. Встреча весны состоялась. И хотя зима пыталась снегопадом и ветром заморозить гостей праздника, прогнозы синоптиков для нее неутешительны. В четверг, 5 марта, воздух прогреется до плюс 12 градусов. Это было ровно год назад. Сегодня у нас 10 марта, за окном минус 20, и, кажется, зима никуда не собирается уходить. Хотя вроде бы через недельку уже плюсовая температура должна быть. В выходной вроде потепляет будет. Вот очень хочется верить, что уже весна начнет потихонечку к нам возвращаться. Есть какие-то приметы, которые связаны с Масленицей? Ну, например, снег в Масленицу и не быть весне скоро, или наоборот? Ну, в разных губерниях были разные запросы на Масленицу. Так же, как на святки считается, что праздничное время, опять же, возвращаясь к карнавалу и концепции обрядового мышления, праздники — это всегда связь с иномерием. Почему на праздники, на различные, устраивались гадания? Потому что как раз открывается возможность контакта с другим миром, и ты можешь получить какие-то там знания о том, что ждет тебя впереди. Соответственно, в разных губерниях было по-разному. Вот мы говорили про сжигание чучела. Это Масленица, да? Это тоже не, как сказать, не уникальная традиция. Скорее, это самая известная традиция, да? Например, жгли колеса, спускали с горы. Масленицу могли не сжигать, а раздергивать, разбрасывать по полю, о чем Настя говорила. Могли ее просто носить по деревне, как покойницу. Ну, в общем, разные были варианты одного и того же сюжета, но исполненного по-разному. То же самое с гаданием. Например, по поводу сжигания чучела Масленицы, известная из этнографических сборов, такие варианты гадания, что как она горит, куда ветер дует, куда сносит пепел. Значит, что еще на вскидку? Ну, я вот помню про снежную крепость. Если не возьмут, то все. Ну, правда, еще ни разу не видела, чтобы не брали. Обычно это такая тоже ритуальная история. Крепость, как правило, всегда в финале берется. И чучело Масленицы могло тоже фигурировать во взятии штурной крепости. Она могла находиться внутри крепости. Ведь наше Масленичное чучело – это аналог европейского Масленичного короля. Ну, тоже, в принципе, наши праздники не уникальны. И аналоги... Перекликаются. Да, в понимании, в том смысле, который вкладывался в праздничные действия. Слово забыл. Как всегда из головы вылетит, ты все не поймаешь. В общем, аналогичный смысл вкладывался. То есть это центральная фигура. И Масленицу иногда размещали внутри крепости Масленичной, которая штурмовалась. Штурм крепости, как правило, был ритуализирован и тоже согласован. Как правило, он отбивался, отбивался, отбивался. Но финальная волна – это могли быть девушки или могли быть дети. Они штурмовали эту крепость. И, значит, дальше, если Масленица там присутствовала, то ее торжественно уносили на место сожжения. И если Масленица не присутствовала, то все там целовались, обнимались. В общем-то и добро победило зло, и хэппи-энд, как мы бы сейчас сказали. Да, и это тоже тот смысл, который в Масленице заложен. То о торжестве лета, о торжестве сил добра, о скором рассвете восстаний сил природы, что сок потечет по деревьям, скоро листики зазеленеют, травка появится, солнышко станет светить ярче и теплее. Очень хочется вот сегодня в минус 20 в это верить. Как никогда. Ну, солнце, если день был. День был солнечным, но прохладненько. Захарова. С 11 часов, если я не ошибаюсь, 14 марта начинается праздник. Ну, кроме того, в Денцовском округе будут работать и другие площадки. В Звенигороде, в парках Раздолье и спортивном парке, парке спорта, культуры и отдыха Миларисы Лазутиной. Поэтому выбирайте, где вам ближе, где удобнее. Но в Захарова пройдет Центральная Масленица, Подмосковье. Поэтому выбирайтесь. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»